В этом году, в июне, 1 июня, исполнилось ровно 50 лет, как я пришла из училища Большого театра в школу, в ансамбль. И вот на протяжении 50 лет у меня сложилось, естественно, собственно, у меня сложил мой сейф. Вот по кусочкам родители есть, которые тебя вырастили, дали воспитание. А потом ты окунаешься в эту жизнь, и тебе очень страшно, потому что ты еще ребенок. В наше время, вот в 16 лет мы были еще дети, сейчас другие дети совсем, у них другие ценности. Вот что страшно. Нас не волновала материальная, нас волновала профессия, нас волновали друзья очень сильно, преданные, за которыми ты полезешь в огонь и воду, которые тебе придут, когда тебе плохо, не когда тебе хорошо. И вот столько лет прошло, и я вижу, как все поменялось, к сожалению. То же самое в искусстве. Моисеев создал этот ансамбль в страшном 1937 году. Ну, каждая власть, когда меняется, это страшно. Есть позитив и есть негатив, да? И нельзя забывать позитивы, что лучшие коллективы были созданы именно в этот период. Ну, чуть раньше разнознаменный ансамбль. Хор имени Пятницкого стал профессиональным именно в это время. В это время был оркестр Осипова, да? Хор Свешникова. Все разные коллективы, да? И вот то, что мы все были вместе в зале Чайковского, который, собственно, был построен благодаря Игорю Санычу Моисееву. Он хотел сделать дворец искусств в театре, который изначально строили для Мерхольда. Чтобы там зал Чайковского был построен. Почему он такой красивый? И это первый зал, где сцена выходит в зрительный зал, где нет между сценой и зрительным залом оркестровой ямы. Потому что это проектировал Мерхольд. А он выходил в зал, как вы знаете, он общался с публикой в своих театрах. Вот. И вот этот зал, его не поменяли. Его построили по проекту, который был сделан для театра Мерхольда. В этом заслуга Моисееву, этого никто не знает. И мы там с 1940 года. И после войны все поменялось. Это стала филармония. У нас, собственно, нет своей площадки. Хотя в это время, то есть все, что сделала Игор Саныча Моисеев, это уникальное наследие, было поставлено на этой сцене. Хотя нам удобнее танцевать в театре. То есть, когда есть кулисы, когда у тебя есть зритель, который впереди, и когда у тебя есть расстояние в оркестровую яму. Не видно всех ужимок артистов, да? И как им тяжело бывает, ракурсы все не видны. А в зале Чайковского видно все. Поэтому всегда, сколько мы работали, все поколения моисеевцев считают эти концерты самыми ответственными. Они для нас самая родная площадка и самая ответственная. Потому что есть контакт со зрителем. И моисеевцы привыкли так работать. Поэтому я очень строго слежу за тем, чтобы был грим. Не грим театральный в полном смысле. Чтобы не раскрашивали себя молодые девочки, как сейчас очень модно, да, визажистами. Чтобы они этим не занимались. Потому что нужно убрать недостатки. Нужно увеличить глаза. Нужно, чтобы была видна твоя улыбка. Если у тебя неправильная форма лица, ее нужно сделать правильно благодаря гриму, которого не видно. Потому что в народных танцах, кроме свеклы, ничего не использовали в России для румянца. А все были и так красивы. И я им все время объясняю, что они молодые и красивые. Не нужно перекрашиваться. Не нужно делать влажный рот. Но понимают. Потому что у нас строгая дисциплина, которую заложил моисеев. Она, как и в ансамбле, она и сценическая такая же. И вот даже Юрий Николаевич Григорович, будучи на... Мы сидели в жюри вместе. Мне это, конечно, очень было приятно. Такой мэтр. Потому что я считаю, что в классическом балете в Советском Союзе мэтр Григорович, а народно-сценический новый жанр, это мэтр Игорь Саныч Моисеев. Который ставил и классические балеты. И, как сказал Игорь Саныч, если бы у меня были такие исполнители, как Володя Васильев, как Миша Лавровский, как все, кто танцевал у Григоровича вообще весь этот костяк, конечно, у меня был бы совсем другой Спартак. И если бы Хачатурян разрешил мне сделать хоть одну кузовку, а он не разрешил, будучи его другом. И вообще Хачатурян в Италию привез Игорь Саныч Моисеев. И сподобил написать музыку к балету «Спартак». Этого никто не знает. Они очень дружили. А после того, когда он написал эту роскошную музыку, и когда Моисееву пришлось на 4,5 часа ставить балет, они перестали дружить. Ну, были в нормальных, наверное, отношениях. Но это было страшно, потому что Хачатурян запретил. И вот, а балет шел на 4,5 часа. Это немыслимо было. Что он запретил? Купюр делать, обрезать все. А когда Юрий Николаевич ставил, он все порезал и сделал прекрасный балет. Но мне было приятно, что Григорович отметил, что мы сохранили сценическую моисеевскую дисциплину. Такой ни у кого не было. Такой у в театрах нет. Потому что он был по жизни очень дисциплинированный человек.